Дима Капелька истории Капелька истории После убийства оленя с него можно собрать сырое мясо, кожу, кератин и шкуры. Что касается полезных свойств оленей, то, к сожалению, их не так уж много. Ну, во-первых, оленя можно использовать для быстрого перемещения по земле и разведки территорий. Особенно самочки с их увеличенной скоростью передвижения. Но напоминаю, что самки не могут атаковать, поэтому качать им урон бессмысленно. Лучше вкладываться в вес, выносливость, скорость и здоровье. Во-вторых, олени проходят в довольно большое количество пещер, где могут помогать себе расчищать мечисть. Ну и в-третьих, это просто милое существо, которое можно держать для красоты и поднятия настроения. Особенно в костюме северного оленя. Тем не менее, у оленя есть одна суперспособность. Это существо является лидером по части фарма соломы. Бегая с огромной скоростью, олень, не врываясь в лес, фармит солому просто в невероятных масштабах. Олени способны повреждать соломенные и деревянные постройки. Они проходят в любые ворота и остановить их можно так же, чем угодно, от волосов до капканов. Встречать большерогих оленей можно на картах Island, Center, Ragnarok и Extinction. Преимущественно это зимние холодные биомы и Sequoia. В конкретной регионах их спавна ты можешь видеть данный момент на экране. Приручение оленей стандартное насильственное. Все подробности приручения таких существ я подробно рассказывал в обзоре, ссылка на него вверху в подсказке. Любимым кормом для Мегаласиаруса являются киблы из яйца диморфодонов. Для приготовления этого кибла нужны яйца диморфодона, кукуруза, жареное или вяленое мясо, межабыри и волокна. Для приручения топового оленя 150 уровня на серверах с рейтами Х2 потребуется всего 7 киблов и 14 минут реального времени. Оглушение у топового оленя спадает примерно за 30 минут, поэтому наркотики тебе не потребуются. Если киблов нет, то притамить его можно на овощах или ягодах, но со значительным увеличением времени приручения и потери эффективности. Седло на олене открывается с 30 уровня и создается из 200 единиц кожи, 110 волокон и 5 слитков металла. Процесс разведения оленей несложный, после спаривания у самок начинается беременность, и по ее окончании на свет появляется живой маленький олененок. О том, как разводить таких существ и добиваться топовых статов, я уже очень подробно рассказывал в обзоре, ссылочка на него ты видишь вверху в подсказке. Полный цикл от начала беременности до вырастания у взрослых особь занимает 3 дня 5 часов. А кормиться самостоятельно из кормушки маленькие оленята начинают через 7 часов, когда вырастают юнцами. Хватать и перевозить оленей могут аргенталисы, кецали и виверны. Что касается распределения статов, то здесь уже равнят нужно исходя из качества твоего оленя и того, что ты хочешь из него в итоге получить. Качай вес, здоровье, выносливость и урон, и получится хороший олень, который не помрет от пары укусов тиранозавра. Ну что ж, мои дорогие зрители, я рассказал все, что мне известно про большерогих оленей. Не забывай, что твоя поддержка служит для меня лучшим стимулом для создания новых видео. Если ты хочешь, чтобы я чаще выпускал видеообзоры по динозаврам, то ставь лайк и подписывайся на канал. Не забывай, что в других критериях понятно нравится ли тебе этот контент, у меня нет. А для тебя работал твой лучший друг Феномен. Искренне желаю удачи тебе в игре и реале. До скорых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok